Всем привет! Это FreeStudio21.com. И у меня долго не доходили руки сделать это видео, а тем не менее это очень важная тема. Это образование антонимов от прилагательных и наречий. То есть здесь будут и прилагательные, и наречия, и adjectives, и adverbs. И многие... Ну, я не знаю, почему так получается. Эту тему очень часто игнорируют, а зря, потому что в английском языке антонимы образуются в основном при помощи приставок. И эти приставки, друзья мои, надо знать и помнить. И если, допустим, я не знаю, как образовывается антоним от данного слова, то хотя бы знать, какие... Если я встретила какое-то слово с такой приставкой, то я хотя бы буду знать, что это примерно такое. Итак, приставок, кстати, отрицательных достаточно много. Самые ходовые это des. Des. Вот так она. Ой, я... Sorry, я неправильно поставила. Это не суффикс, это приставка. Вот так. Des. Далее, это универсальные. Вот, скажем так, вот тут я напишу. Универсальные приставки. То есть, у них нет ограничений. Они ставятся со всеми словами. Сейчас вы увидите, что не все приставки так всеядны. Универсальные это des. Так, я, наверное, возьму какой-то другой цвет. Des. Des. Все они, кстати, на русский переводятся словом «не», и нам, как говорится, все равно, но у них это важно. Далее, сюда относится универсальная an. Она тоже ставится почти со всеми словами, с какими хочет, скажем так. И in. Это тоже универсал-многостаночник. Он может стоять абсолютно с любыми словами. Ну вот, давайте возьмем какой-то пример и посмотрим, как оно будет. Ну, скажем, ну вот, мы все знаем это слово «honest». «Honest», «честный», «honest». У него антоним будет «dishonest». «Dishonest», «нечестный». Вот оно. Вот так это работает. Далее. Что еще может быть? Ну, true, например, правдивый. И, соответственно, untrue, неправдивый. Вот таким образом. Все, как в русском языке, ничего особо такого невероятного не происходит. Так, надо еще подумать. Ну вот, возьму такое длинное слово «appropriate», «соответствующий». «Appropriate». Я на каждую приставочку по одному примеру. Это будет звучать «inappropriate». 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 «Priate». Вот такое вот дело. Кроме того, особняком стоит такая приставка, как «mel». Вот такая она. Я ее выделяю особняком. Почему? Она универсальна. Но дело в том, что она очень редко употребляется. И, положа руку на сердце, я долго думала, какие слова есть, чтобы показать вам антоним, как он образовывается. И, честно говоря, я ничего не придумала. Я не нашла. Поэтому, извините, но если вы знаете такое слово, пожалуйста, милости прошу, напишите в комментариях. Я не против. Едем дальше. Особый класс приставочек – это те, которые ставятся перед определенными буквами. Итак, первая из них – это «ill». Вот такая. Она любит стоять перед «ill». Она ставится перед словами, которые начинаются на «ill». Так, это у меня «ill». Ну, например, вот такое. «Legally». «Законно». Соответственно, «незаконно» или «беззаконно» – это будет «illegally». Вот она во всей красе. Вот она здесь. Вот так она выглядит. Ну, что на это скажешь? Далее, следующее. У нас интересная приставка «im». «Im». Вот такая. «Im» ставится перед словами, которые начинаются на букву «p» и на букву «m». Ну, например, «polite». «Polite» мы все знаем. «Impolite». Вот такое. «Possible». «Impossible». Это мы тоже со школы еще помним, как оно образовывается. Так, сейчас я что-нибудь придумаю на «m», чтобы было. Даже не знаю, что такое интересное. Ну, допустим, «mortal» и «mortal». Вот что-то в этом роде. «Mortal». «Mortal». Смертный, «bessмертный». «Immortal». «Immortal». «Irregularly». «Регулярно». «Соответственно, нерегулярно». «Irregularly». Выговорить тяжело даже. «Irregularly». Вот она. Вот она здесь. Дальше. Что еще может быть? Так, что я еще не назвала? «An» назвала и назвала «mel», «l», «m», «r». Так, еще какая-то одна осталась, которую я, по-моему, не назвала. Да нет, пожалуй, все. Их должно быть, по-моему, семь штук. Раз, два, три, четыре. Да, их семь штук. Все правильно. Возможно, кто-то из вас посмотрит все это и скажет, ну да, это все, конечно, прекрасно, если я знаю слово. И вообще, какая закономерность, как я буду знать и все такое. Дело в том, что на самом деле это правило не такое уж простое. Из него бывают исключения. И вот сейчас я вам покажу такое исключение. Мы его знаем. Это «like». Здесь «like» не как глагол «любить, нравится», а здесь «like» в смысле «как». «Как я», «как ты». Вот «like me», например. «Like me», «как я». «Как я». «Делай, как я». Так вот, у него отрицание, у него антоним получается при помощи… Как вы думаете, какой приставки «ill». Нет, ничего подобного. Он получается при помощи «this». Так, сейчас я возьму другой цвет. При помощи «this». «This» у меня оранжевый был. Я беру, добавляю. И вот у меня получилось «дизлайк». Никакой логики. «Не как я». «Не как» или «не похоже». И все такое. В отличие от… Вот так это тоже можно переводить. Ну, что-то вот такое «не как я». Ну, это так. Для иллюстрации. Как бы то ни было. Естественно, что в жизни не все просто. И, возможно, кто-то из вас запомнит все эти приставки, а кто-то не запомнит. И что делать, если, ну, если вот я не знаю, я не уверена и все такое. Ну, техника у вас может быть достаточно проста. Например, как можно выйти из положения, если, допустим, у меня там задача, мне надо вот… у меня есть слово «polite», а я, ну, не знаю, какая приставка ставится. Ну, что мне делать? «This», «im», «in». Ну, кто его там поймет? Так вот. Как выйти из положения? Конечно, идеальный вариант, если у вас есть хороший словарь. Если у вас есть лингва какой-нибудь из лингва, «professional» или даже «home» version там какой-нибудь, это уже хорошо. Там обычно даются всегда антонимы. Но, ну, лингва стоит денег и все такое. Что делать, если у меня никаких лингва, промтов и всего остального нет? Есть, есть Google-переводчик. И, казалось бы, ну, что тут такого Google-переводчик? Господи, вроде бы все мы его знаем. Как же воспользоваться? Ведь Google-переводчик не дает антонима. Но, что я могу сделать? Например, мне надо слово «честный». Ну, не знаю, как будет. А мне надо образовать там «нечестный» или что-нибудь в этом роде. Ну, я беру, набираю. Допустим, у меня... Так, у меня что стоит? У меня «English», «English Russian». «English Russian». Так, и, например, у меня «honest». О, sorry. That's not honest. «Honest». «Честный». Все варианты, пожалуйста. Варианты перевода. Ради Бога, все очень просто. Но, если мне надо антоним, что я делаю? Я довольно легко и даже, наверное, это тупо достаточно, но из положения довольно просто выйти. Я беру и набираю на русском. Я же знаю, как «честный» «honest». Хорошо. Значит, в русском языке как будет антоним? «Нечестный». Я так и делаю. «Нечестный». И вот я получаю «dish honest». Вот у меня мое слово с моей приставкой. Все как надо. Ну, это достаточно топорный, конечно, выход из положения, но на крайний случай, если вот, ну, надо сделать, а я не знаю, что делать. Но, как бы то ни было, я, конечно, рекомендую вам обзавестись хорошим словарем, тогда у вас все будет получаться. И запомнить эти приставочки, запомнить, как они, с чем они дружат, с чем они не дружат и все такое. И будет вам счастье, тогда все будет гораздо легче и проще. Помните также, что эти приставки относятся только к наречиям и прилагательным. Они не относятся к глаголам, они не относятся к participle и так далее, и так далее, к другим частям речи, к существительным. Там свои приставки, мы о них еще будем говорить, то такое дело, но эти относятся к adverbs и adjectives. Они с ними употребляются, они с ними дружат, поэтому просто запомните себе закономерности, и у вас все будет отлично. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.